Смех детей, их улыбки, игра с ними в мяч, просмотр фильмов. Всего этого могло бы и не быть. Задумываюсь я не только в канун 9 мая, но и в течение года при просмотре передачи по телевизору или фильма, в котором всячески перевирают события моей страны, события моей жизни, моего советского прошлого. Я родился в семье офицера советской армии в 1971 году, 19 мая, день пионерии. Это всего лишь 26 лет после окончания Великой Отечественной войны. Только представьте, если вам сейчас 20 или 30 лет, это совсем не небольшой временной отрезок. Это как начало правления Путина или развал великого государства совсем недавно. И мы все это помним, и мы все это изучаем, пытаемся найти виноватых, а зачастую, как на Украине, возводим памятники бандитам и фашистским прихвостням. Давайте сегодня немного посмотрим в этот день на наших союзников США и страны Европы. Просуждаем на эту тему. Что такое была эта война? В 1939 году Германия завоевала Польшу за 21 день, что вызвало резкий рост инвестиций Соединенных Штатов Америки в экономику Германии. Один из основных смыслов начала войны – это вывоз рудников, нефти, ценностей, продуктов, питания из Советского Союза. Война сама должна себя окормить. Адольф Гитлер. С документов. К началу 1941 года общий объем инвестиций США в экономику Германии составил 474 миллиона долларов. Из этой суммы 120 миллионов долларов приходились на долю корпорации «Стендард Оил». 35 миллионов дала «Дженерал Моторс». 30 миллионов концерн «АйТи Ти» и 17,5 миллионов долларов поступили от компании «Форд». По итогам Великой Отечественной войны оказалось, что некогда Великая Германия оказалась банкротом. В то время как Германия грабила Советский Союз, ее Германию кто-то грабил тоже. Советскому Союзу пришлось столкнуться с врагом, который к началу войны с СССР имел уже возможность использовать все экономические ресурсы Европы. Резкая смена курса США по отношению к СССР от активной помощи Гитлеру и финансирования его военных преступлений к принятию решения о ленд-лизе для СССР произошла после того, как разведка Соединенных Штатов Америки донесла о реальных финансовых проблемах Рейха. Лето 1941 года. После вторжения фашистской Германии в СССР немецкая военная машина начала пробуксовывать. Победное движение частей вермахта к советской столице замедлилось. Блицкрига на русской земле не получилось. Именно об этом предупреждал Ялмар Шахт. Если Блицкриг не состоится, то Германия обречена на долгую и тяжелую войну с Советским Союзом, которую не сможет выиграть по экономическим причинам, за что и был лишен должности главного банкира и с помощью Бормана вытеснен из ближайшего окружения фюрера. Ждать возврата вложенных средств Вадольфа не стоило. Белый дом в 1942 году переобулся на ходу. Президент США Франклин Рузвельт выступает перед американским конгрессом. Он ратует за помощь Англии и обосновывает целесообразность поставок ей военной техники и вооружений взаймы. Американский политик сравнивает Ленд-Лиз со шлангом, который передают соседу во время пожара, чтобы пламя не перекинулось на собственный дом. Гуманитарная риторика прикрывает экономическую суть проекта Ленд-Лиз. Из речи Рузвельта. То, что мы посылаем за рубеж, должно быть оплачено в разумные сроки после завершения военных действий. Оплачено аналогичным имуществом или же по нашему выбору различными товарами. Словам наших участников войны, Студебекер и техника, которую присылали США, была очень важна. Решавшая вопросы поставки продовольствия, вооружения на передовую и взаимодействия между частями советских войск. А уж консервы и колбаса были вторичны в оказании помощи. Кстати, оплачиваемой помощи. Бойцы в окопах и не знали, как и кем поставлялась эта продукция из США, но была очень любима. Это наша любимая Катюша. Немцы называли ее «Сталинский орган». Благодаря хорошей проходимости, Катюша устанавливалась прямо на Студебекер, который присылали американцы. Стоит помнить и знать, что для США ленд-лиз был хорошо просчитан и выгодный проект. Большая война, большие финансы. После войны Штаты предъявили счет на 300 миллионов долларов. Казалось, что воевали-то вместе. И по договоренности, неиспользованные материалы и технику вернули США. Эшелоны с техникой отправлялись на Дальний Восток, где союзники ее спрессовывали и отправляли в Японию на переплавку. Советский Союз рассчитался с ленд-лизом полностью. В гитлеровской Германии наступали тяжелые времена. Предсказания шахты начали стремительно сбываться. Окончательный крах германской экономики был вопросом времени. Это быстро поняли руководители США и Великобритании. Значит, пришло время думать о будущем. В 1943 году в Тегеране на совещании глав трех государств впервые поднимается вопрос о том, какая валюта будет ходить в Германии после победы в войне. На Ньюэрнбергском процессе главный банкир Рейха Шахт сообщил, если вы хотите предъявить обвинение промышленникам, помогающим Гитлеру, то в первую очередь должны обвинить самих себя, американцев. Тот же Opel, концерн, которым владела компания General Motors, производила технику для армии, для Гитлера. Финансирование крупнейших производителей, таких как Ford, и это был, появилось много комментариев под моим прошлогодним видео. Часто глупые и озлобленные под давлением западной пропаганды, и лишний раз понимаю, что самое дорогое, что у меня есть мои дети, мои русские дети, которые будут помнить ужасы этой кровавой и бесчеловечной войны, будут расти и рассказывать, передавать это своим детям. Мои дети – это четвертое поколение после войны. Воспитание и образование – важнейшая обязанность родителей. Выбор есть всегда. С победой вас, мои дорогие земляки, с 9 мая. Предатели были и до войны, и во время войны, и, конечно же, они есть сейчас. Бог шельму метит. Как ни крутился бы маховик истории, победа будет за нами, товарищи, братья и сестры. Непрекращающаяся война продолжается. На какой стороне ты – решай сам. Мы свой выбор сделали, вкладывая все свои силы в любовь, в сегодняшний день, в сегодняшнюю правду с верой в завтра и надеждой на справедливость. Мы празднуем 9 мая, день победы, окончательной победы, так как еще 9 мая были бои с прорывающимися отрядами чехов, пытающихся сдаться в плен американцам. Так что 9 мая – наша победа. В заключении процитирую с предварительного разрешения писателя Георгия Зотова. Переобулись в прыжке, как слуги Гитлера врут, что помогли победить фашизм. Покорные союзники и сателлиты Адольфа Гитлера во время Второй мировой войны – Венгрия, Румыния, Болгария и Финляндия – заявляют, что внесли свою лепту в борьбу с фашизмом. Честно говоря, становится смешно. Армии этих государств, кроме Болгарии, наследили кровью в СССР, убили многих советских граждан и решили отшатнуться от фюрера, когда нацистской Германии оставалось существовать 8 месяцев, и она терпела поражение на всех фронтах. Они пошли на перемирие СССР лишь из-за краха экономики, угрозы голода, а советские войска встали на их границах. Поэтому серьезно рассматривать эти заявления не стоит. Сателлиты фюрера, как принято выражаться в интернете, просто переобулись. С 9 мая, дорогие друзья и товарищи! У незнакомого поселка на безымянной высоте. С 8 мая, дорогие друзья и товарищи!